Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередной кандидат в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. 36 лет назад Асала осуществила операцию Карин. Политическое видение армянской освободительной секретной армии. Доклад. В турецкой прессе армяне относятся к числу этнических групп, находящихся под наибольшим прицелом. В провинциях Хаккари объявлена специальной зоной безопасности. Баня Хасанкейфа XIII века была перенесена. Вазген Сеслян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении. Парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. В связи с 36-й годовщиной, посвященной памяти всех мучеников, особенно героев Зохраба Саркисяна и Ливона Эктмекджиана, которые были участниками исторической операции Карин в 1982 году, глубоко сочувствуем родителям, родственникам и всем борющимся армянам, которые разделяли их справедливую гордость. Каждая программа освободительной борьбы, какой бы она ни была совершенной и разработанной, все равно не смогла бы преобразовать вещи, вызывая жесткую конфронтацию, так как пожертвования тех, кто был полон непоколебимой, и бесконечной веры в реалистичность этих программ были полны. Преданные на работе, беря на себя важнейшие обязательства, могли бы осуществить эти радикальные и колоссальные изменения, возродив величие армянского народа. По случаю 36-й годовщины операции Карин мы отредактируем наш доклад, чтобы продолжить священную борьбу за репатриацию армянского народа и прав человека. Почтите памятью и уважением наших дорогих мучеников. Армянская освободительная секретная армия – это политическая организация, которая работает на армянскую массу в борьбе за освобождение своей родины, оккупированной турецкой колониальной державой и связана с международными колонизаторскими силами. Наша организация будет руководствоваться международными революционными принципами. Наша организация выражает устремление армянского народа, который отвергает турецкую шовинистическую власть, которая будет выступать за национальную и классовую дискриминацию. Наша организация считает, что революционная борьба является основным и самым важным средством и единственным правильным путем противостоять насилию и эксплуатации нашего народа в турецком колониализме, но при этом не принимать никаких других мер. Наша организация является частью международного революционного движения, и поэтому мы стремимся углубить и расширить наше сотрудничество с убежденностью в том, что Союз революционеров является обязательным условием для всех частей мира руководить процессами, происходящими с народами и классами. Освобождение оккупированных армянских земель турецкими властями должно сопровождаться присоединением других армянских земель и созданием демократической социалистической державы. Освободительная борьба во всех частях мира, где живут наши люди, и во всех местах, где находится наш враг с его центрами и интересами. Пусть Советский Союз и другие социалистические страны убедят их защищать армянский вопрос, принимая во внимание, что наш вопрос справедлив, и в то же время поддерживать наших людей, живущих в Советском Союзе, и для подготовки и поддержки Родины на революционной почве против нашей давней борьбы с турецким колониализмом. Основанный в Стамбуле фонд Гранта Динка публикует свой регулярный доклад об анализе проявлений ненависти в турецкой прессе против различных этнических и религиозных групп. Соответственно, в 2018 году с января по апрель турецкая пресса опубликовала 3076 заявлений о ненависти и вражде по отношению к 76 различным группам. В течение указанного периода были опубликованы около 2265 статей и новостей, посвященных этническим и религиозным группам. В турецкой прессе армяне и греки относятся к числу этнических групп, находящихся под наибольшим прицелом. В течение четырех месяцев упомянутых в турецкой прессе армяне в основном были упомянуты в публикациях по армяно-азербайджанскому конфликту, были обозначены как этническая группа, склонная к насилию. Их обвинили в оказании поддержки вражеским группам или отдельным лицам в Турции. Армянская Асала упоминалась как террористическая группа в Турции совместно с рабочей партией Курдистана, террористической группой. Информационное агентство Месопотамия сообщает, что 30 округов в провинции Хакари были объявлены зоной безопасности на 14 дней. Это решение связано с военными операциями в 30 округах Чукурджи, Шеминдли и Юксиковы. В заявлении губернатора штата Хакари говорится, 7 по 21 августа 2018 года 30 регионов провинции Чукур, Шеминдли и Юксиков были объявлены специальной зоной безопасности. Вышеуказанный срок доступа к этим областям без разрешения запрещен. Историческая баня XIII века на берегу реки Тигр в Хасан-Кейфе переносится в новую зону, чтобы спастись от наводнения. Грузовая машина в течение 6 часов смогла перенести старейшую баню, имеющую вес в 1500 тонн, в культурный парк Хасан-Кейфа. Сейчас баня находится в 3 километрах от своего прежнего места. Перемещение стоило 12 миллиардов турецких лир, 2,3 миллиарда долларов. Отметим, что Хасан-Кейф в 1981 году был объявлен природным заповедником. Здесь есть более чем 6 тысяч пещер, в которых сохранились следы армянской культуры. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Меско Чументарон Ци» в исполнении «Нерсика Испиряна». Субтитры создавал DimaTorzok Полные версии видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok